Привет! Сегодня поговорим о самом страшном, что может случиться в жизни гитариста. Барре. Барре это когда первый, то есть указательный палец, привет пианистам, кладется поперек нескольких струн. Обычно с барре сталкиваются новички первый раз, когда им приходится ставить аккорд F. Все люди делятся на два типа. Те, кто дошли до аккорда F и благополучно забросили гитару, и те, кто научились его ставить, играют на гитаре по сей день. Я не шучу, я встречал очень много людей, не моих учеников, которые бросили гитару именно после встречи с аккордом F. Но сегодня я покажу вам нечто совершенно кошмарное, а именно самые изощренные способы использования барре, которые только можно было придумать мне для того, чтобы переложить Spear of Justice из Undertale на одну гитару. Ссылка на ноты, как всегда, в описании. Если аккорд F кажется вам сложным, то попробуйте поставить эти барре. Для большей погруженности возьмите не электрогитару, а классическую, причем желательно либо совсем кондовую, времен СССР, борисовской фабрики, например, либо мегапрофессиональную, где струны задраны до небес, чтобы, знаете, не дребезжало. В свое время я сам просил гитарного мастера поднять мне струны, чтобы я мог громко играть песни боем. Поэтому в моем случае градус более максимален. Ну что ж, приступим. Первый уровень страданий. Поскольку рука располагается под грифом, когда мы обычно ставим барре, мы начинаем с тонких струн и останавливаемся где-нибудь на басовых. А иногда необходимо, наоборот, прижать басовые струны, а тонкие оставить открытыми, то есть не прижатыми. В этом случае палец выгнется в неестественную сторону. А часть средних струн может не звучать. Второй уровень страданий. Чем дальше от головы грифа берется барре, тем сложнее его прижимать, потому что, во-первых, увеличивается высота струн над грифом, а во-вторых, в какой-то момент рука начинает упираться в корпус гитары. С первого в джастис возникла необходимость взять барре на одиннадцатом ладу. Из-за неестественного положения кисти и усилий, которые необходимо было прикладывать, звучало все это недостаточно чисто, поэтому я принял решение на барре взять басовые струны, а тонкую струну на том же ладу взять вторым, то есть средним пальцем. И все равно при таком барре пальцы располагаются под неестественными углами. Третий уровень страданий. Есть такой гитарный прием Hammer On. Это удар пальцем левой руки по звучащей до этого струне. В первом джастис в одном из тактов звучал вышеупомянутый аккорд F в гармонии, но в мелодии должна была играться сначала открытая, а потом прижатая струна. Получается, что удар по струне должен был завершиться постановкой барре. Когда мы используем Hammer On без последующего барре, мы хотя бы бьем по струне кончиком пальца с размаха, а не пытаемся одним пальцем прижать сразу несколько струн. Четвертый уровень страданий. Затронем тему физиологических изменений в организме гитариста. Почему у многих не получается брать барре? В том числе потому, что нужно достаточно времени, чтобы на пальце образовалась мозоль. Действительно, если провести по ребру моего указательного пальца, можно почувствовать, что он плотный и немного шероховатый. Значит ли это, что когда такая мозоль образовалась, барре больше не проблема? Но только если барре указательным пальцем, как мы привыкли. А если средним или безымянным? Только сила и превозмогание позволят вам сыграть такие барре чисто. Но вот мы и подошли к самому страшному. Максимальный уровень страданий и барре несколькими пальцами одновременно. О да, страдают все. Первый палец, прижимающий все шесть струн одновременно. А не прижимать ненужные струны не получится. Второй палец, прижимающий басы. Вся кисть из-за чрезмерной нагрузки, ну и наконец, уши слушателя, если такое барре не удастся сыграть чисто. Квинтэссенция боли. Ну что, вам было страшно? Надеюсь, что еще и увлекательно. Барре в этой адаптации с первой части получились настолько необычными, что я даже не знал, как их иногда обозначать. Например, если я прижимаю барре на басах, но тонкие струны оставляю открытыми, должен ли я ставить знак барре в нутах? А если я прижимаю барре не первым пальцем? Делитесь вашими мнениями и эмоциями в комментариях и веселого Халуина.